всем привет мои хорошие показываю вам сегодня как у меня зацвел фаленопсис эквестрис пинг селф вот такое чудо не пахнет уход как и за всеми моими эквестрисами и фаленопсисами но очень интересный парень тем что вы знаете я думала тяжело снимать белые цветы там надо чтобы видно было и текстуру свет так падал чтобы оно не сливалось в белое пятно не бликовало очень много всяких штук но оказывается есть розовые цветы которые попробую еще с ними и так на сейчас на экране когда я снимаю он выглядит гораздо гораздо светлее чем на самом деле я пробовала поиграться со светом выключать его вообще но вы и ах получается вот так это без света в принципе вот он еще чуть чуть темнее но поняли примерно как он выглядит интересно эта штука тем что изначально я купила себе эквестрис и pink не у меня прекрасно процвели светло-розовым сожалению сейчас не цветут поэтому будет фото цветений красивый был ровный цвет замечательная форма и я решила ну зачем мне нужен еще pink self ну действительно зачем мне не нужен кросс между этими пинками и спокойно себе жила а вот мои орха знакомые все-таки купили и них начало цвести я поняла что цветет она совершенно не так как мои пинки и мне срочно понадобилось мне прям надо было купить я не могла найти и потом таки нашла где купила из наличия и оказалась очень довольна потому что у меня процвело не так как на тех фотках которые предлагает поставщик и не так как у моих знакомых которые купили такие штучки и в очередной раз это доказывает что вот такое скрещивание сны между собой да то есть не самого на себя self хотя и когда self делают там тоже очень интересные цветовые вариации могут получиться но между скажем так двумя растениями с одной и той же бирочка если по простому до сип и получилось ну очень шикарный вариант меня крайне тронула вот из всего внешнего вида этого чуда три момента первое он распускается очень темным с вот этим вот белым кантом да вот этот белый кант он шикарен и растение цветочки цветочки открываются очень темными и потом со временем немножко светлеют но не сильно второе что меня тронула это губа от губы я просто вижу как не знаю кто как маленькая свинка посмотрите вот это вот половинка губы белая не половинка трети где-то до 3 такой насыщенный и вот здесь вот на губе и на вот этих не будем вдаваться в сложные названия крылышках очень темный яркий цвет самый темность его цветка и еще вот тут кажется сполохи такие тоже темные но они на самом деле светлее чуть-чуть и конечно же краб под краб на губе и краб кстати в живую не так видно вот камера лучше передает этот мелкий краб разбросаны по цветку вот губа это второй момент просто чудесная губа ради вот такой губы едет даже вот просто ради нее я бы купила этого малыша и третий момент это callus вот что у достаточно удивительно для такого розового цветка тем более с таким насыщенным цветом это то что callus абсолютно не окрашенный он в мелкий краб он абсолютно без желтого пигмента и это просто волшебно в общем для ценителей то это волшебно так здесь я умудрилась отломать губу когда доставала но без приключения не могу и вот такое чудо и хочу сказать что при том что сейчас у меня температурка поднялась в оранжерейке я доставила дополнительные лампы конечно же они дополнительно стали греть вот но я буду решать эту проблему ну скажу что цветы держатся но очень долго очень долго и это очень радует я представляю если температуру сильнее понизить то эти цветы наверное вообще вечный очаровательный малыш и кстати вот что еще хочу добавить если пинки были очень мелкие кустики то этот такой да не слон но гораздо крупнее родителей получился понравился я теперь смотрю на него и думаю ох надо было взять парочку парочку чтобы были разные вот такие прелести возможно еще поищу ну что кого-то с рук кто будет продавать детку или своего pink self чтобы был с другим цветением но красавчик стоящие для меня приобретение супер и так напоследок столкнулась с тем что я очень люблю классическую форму квест риса если ее так можно назвать более привычную с вытянутыми лепестками и вот такая круглая форма считалась достаточно редкая она встречалась только в некоторых регионах произрастания и редко попадала в коллекции и в основном это был редкий розея потому что розеи тоже бывают в общем-то с вытянутыми это был без то такой яркий темный и это был оранж который тоже имеет округлую форму и вот в американском американцы в основном я видела очень красивые альбы и ауреи тоже округлой формы очень большая редкость не знаю за пределами америки пока не встречала очень ищу себе хочу но пока не нашла а вот последние годы очень оборотов и распространение набирают именно вот такая круглая форма и тот же микки все свои предложения вот все что я купила это pink pink self это red который цветет похоже на без то тоже такой темный насыщенный цвет я предполагаю что в принципе это и есть без то просто идет под другим названием но опять-таки я могу предполагать все что угодно а уж как там это разберутся селекционеры так и я уже забыла кого и просто у них есть подбирка эквестрис у меня кстати сейчас цветет я его показывала позапрошлом видео позапрошлую пятницу так и они все вот это вот кругленькой формы но все разного оттенка розового у некоторых колос окрашен в желтый у некоторых не окрашен в общем такие тонкости уже интересующие только эквестри самманов вот то благодаря собственно вот этому наверное микки он сейчас эти круглые формы разъехались по различным теплицам швертер сейчас предлагает эквестри сет микки то набирает обороты именно такая форма среди эквестри сав и хотя это случилось не так давно многие уже начали называть именно вот эту округлую форму классической нет классический эквестри с должен быть вытянутый такой вытянуты лепесточки вытянутая губа вот такой комментарий чтобы прояснить этот момент наверное не плодить очередные какие-то мифы но все равно имеет место быть и я честно говоря рада что распространяется новая форма новые такие интересные цветовые вариации это всегда очень очень круто на этом буду заканчивать действительно красавчик я рада его покупки ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями пишите комментарии читайте обязательно описание там много различных ссылочек которые могут быть вам полезны также ссылочки на мои соцсети где можно посмотреть фотографии цветений фотографии растений которые не входят в ролики по тем или иным причинам также дополнительные фотографии цветений тех кто вошел в ролики и периодически различные мои заметки и статейки и также можно заказать мою книжку большое всем спасибо за просмотр всем солнечных дней пышных цветений пока пока